Привет, друзья! Рада приветствовать вас на моем новом канале. И сегодня у нас с вами третья заключительная часть нашего с вами похода на Блашино-Ретро, который находится в Москве на бывшем заводе Кристалл. Сегодня часть будет посвящена всему остальному, кроме посуды. Но на самом деле я покажу вам не так много. Это будут игрушки, бижутерия и текстиль. Начнем с игрушек. Вот эти новогодние игрушки я вам уже показывала. Они находятся в разделе фиксированных цен. Они стоят 100 рублей. Но поскольку разговор сегодня про игрушки, значит я вам покажу их еще раз. Вот эти уже находятся на других стеллажах с другой фиксированной ценой. Но, вы знаете, я посмотрела, ничего такого прям очень интересного для себя я не увидела. Но, может быть, знатоки любители что-то смогут найти. Вот этот гигантский Дед Мороз, он как был, так он и стоит. Его никто не купил. Дед Морозов много. В том числе они есть. Я вам показывала и в предыдущих видео. Стоят среди посуды тоже. Их много. Их, наверное, не знаю, десятка, два или три. То есть для человека, который решил начать коллекционировать Дедов Морозов, тут прямо вот можно прийти и сразу же купить целую коллекцию. Просто игрушки тоже есть. Но, опять же, не знаю, ничего такого. Вот эти яблоки, конечно, хороши. У меня такие есть, они остались от мамы. Но, в целом, ничего особенного. И сейчас посмотрим с вами винтажных кукол. Очень забавное лицо этой девочки. Очень характерное. Но, знаете, я достаточно равнодушно отношусь к винтажным куклам советского периода. Как-то они меня особенно не цепляют. Поэтому я, наверное, ничего не понимаю, но для себя ничего не выбрала. Кроме вот этих двух-трех медведей, которые до сих пор на меня смотрят, до сих пор ждут, что я их заберу к себе. Но все-таки здесь, именно в этом месте, цена на них, мне кажется, высоковата. Я буду искать в других местах. Как видите, очень разнообразные игрушки. Вот этот медведь очень неожиданной породы, желтого цвета. Как правило, уже они коричневые бывают. Это такой редкий, редкой породы. Обезьяна вот эта хороша, но 4000. И вот эта лошадка мне тоже показалась достаточно симпатичной. Не приценялась. Не знаю, сколько стоит. Игрушек не то чтобы много, не то чтобы мало. Вот я вам сейчас покажу панорамно, как это выглядит. Ну, не знаю, посмотреть можно, походить. Но сказать, что прям большой выбор, ну, наверное, все-таки нет. Вот эти, как сейчас модно говорить, уставшие. Эти две игрушки очень уставшие. Вот так это выглядит, видите? Теперь посмотрим бижутерию. Ту, которая поинтереснее, подороже. Не ту, которая свалена в коробках, а ту, что разложена вот так на витринах под стеклом. Стоимость у всех предметов разная, не фиксированная. На каких-то она указана, написана. Тогда вы тоже можете видеть эту цену. Где цена не указана, нужно идти искать продавца. Продавец не стоит около витрины, около прилавка. Нужно идти искать, спрашивать. Но я не искала, не спрашивала. Поэтому там, где цена написана, мы с вами можем увидеть. Ну, как вы можете видеть, здесь не только бижутерия. Здесь и другие аксессуары, какие-то театральные сумочки, очки, платки, шарфики. Ну, разная дамская. Похоже на витрины универмага, да? Здесь еще стоит стойка с журналами про рукоделию советского периода. И знаете, я, наверное, лет 15 назад, когда занималась расчисткой своей квартиры, кучу вот таких журналов вытащила просто на мусорку. Сейчас, наверное, немножко жалею об этом. Ну, как, что ж теперь. Чемоданы. Знаете, что чемоданы я люблю. У меня они есть. Также здесь еще представлены сумки. Что-то из из одежды большое количество обуви, большое количество шапок и шляпок. Можно ли носить эту обувь, я, если честно, не знаю. Вот я бы, наверное, не стала, но, может быть, для чего-то, для каких-то проектов это нужно. Не знаю. И вот, пожалуйста, шляпки. Мы с вами заходим в отдел с текстилем и одеждой. И вы знаете, здесь изменились порядки. Пришел новый продавец. Она все, ну, большую часть рассортировала, оценила. Теперь везде висят ценники. И эти ценники, на мой взгляд, очень сильно завышенные. Совершенно прелестные старинные панталоны. Хлопковые с вышивкой. Старинная сорочка. Но цена вот эта вот, это не цена блошиного рынка. Это цена антиквардного магазина. И если эти предметы еще, может быть, где-то и стоят таких денег, то большую часть предметов, ну, цена очень сильно завышена. Вот вы сейчас посмотрите. Вот эти вышивки, например. Это все то, что я покупала на блошином рынке у бабушки с рук. По 100 рублей, по 50 рублей. Вот такие вещи. А здесь это исчисляется тысячами. И, ну, не знаю, это какая-то неправильная, неадекватная цена. Скатерти тоже, видите, развешаны на вешалке. Тоже оценены. И вы можете видеть их цены. Я так понимаю, что здесь отобрали то, что получше, без пятен, без дырок. И большая часть еще текстиля неразобранного лежит просто вот так вот на стеллажах. Здесь скатерти в пятнах, в плохом состоянии. На них нет цены. Нужно просто взять этот предмет и пойти к продавцу, чтобы она этот предмет оценила. Я вот с вот этой скатертью подходила, спрашивала ее цену. Ее ценили в полторы тысячи. Ну, поверьте мне, правда, она столько не стоит. Раза в три, наверное, она должна стоить дешевле. В общем, здесь сложены не только готовые вышты и там изделия, но есть и просто ткани, которые в отрезах сложены. В общем, всякое разное. Любопытно поковыряться, покопаться, но цена, опять же, повторюсь, ну, так себе. Ну, а теперь давайте я вам покажу свои покупки. Их было не так, чтобы прям много, но, в принципе, они были. И, конечно, о чем-то вы могли догадаться, что, ну, во время видео что-то вы не видели. Итак, с чего начнем? Ну, давайте начнем вот с этой чашки с фиалками. Те люди, которые, ну, не первый раз зашли на мой канал, те, которые уже видели мои видео с барахолок, знают, что я уже давно нахожусь в поисках чашечки с фиалками. Многие мне сочувствуют в этих моих поисках, пока что бесплотных. Многие мне девчонки даже присылали ссылки, где можно купить такие чашки. Но, знаете, я вам уже говорила, что, в принципе, для меня походно-блошной рынок – это охота. Охота. Мне хочется купить что-то ценное лично для меня, то, что мне хочется, да, за очень небольшие деньги. Покупать специально. Можно же пойти в магазин, купить задорого, но мне не хочется. Короче говоря, вот эта чашка. Вы видели, как я ее нашла. Я ее увидела вместе с вами прямо вот, ну, когда смотрела в камеру. Это, конечно, не совсем то, что бы мне хотелось. У нее нет ручки, но это чашка. Я настаиваю, что это чашка. Вот такое у нее клеймо. Вот. И пусть это не совсем то, чего бы мне хотелось, но это первый шажок, да. Ну, вот это первый шаг. Мне захотелось, я ее купила. Она стоила 100 рублей. Потом, когда я выключила камеру и пробежалась еще раз без камеры, я нашла еще одну точно такую же чашечку. Теперь у меня их пара. Вот. Две замечательных чашки с фиалками. Правда, без блюдиц, но это не страшно. Пусть пока так. Вот этот молочник или даже, наверное, скорее сливочник я тоже вам показывала в кадре. Мне очень понравился. Я не могу сказать, что я пользуюсь такими вещами, но, по крайней мере, очень не часто, потому что я, в принципе, не очень пью молоко, тем более сливки, кофе я пью черный. Но иногда бывает, знаете, иногда может быть гости ко мне приходят. В общем, вот эта вещица мне понравилась. Мне понравилась вот такую у нее клеймо. Мне понравилась она своим изяществом, своей формой, своим декором. Вот все так, как я люблю. Скромно, лаконично, белая, с золотом. Взяла. Обошлась мне эта вещица в 200 рублей. Считаю, что это немного, очень даже ей довольна. Что еще я купила, когда выключила камеру, то есть за кадром? Все-таки, знаете, когда смотришь в камеру, не все можешь увидеть. Когда уже специально ходишь, смотришь, то открываются новые какие-то горизонты. Купила я вот такую, ну не знаю, что это. Это, наверное, розетка для варенья, я так думаю. Их там стояла целая стопка, может быть, даже десяток. И я думаю, что это, конечно, для варенья. Можно было бы купить целый набор, но мне не нужно. Мне не нужно для варенья. И тем более, что когда я их смотрела, из всей этой стопки, вот когда так вот пальчиком проводишь, то практически, не знаю, в 90 процентов случаев чувствуется микросколы. То есть на глаз их, может быть, и не видно. Вот так вот, когда проводишь, чувствуешь, что все-таки, все-таки битая вещь. Вот. Вот это целая. Она абсолютно безо всяких сколов. На вид-то очень мне понравилась, очень красивенькая. Стоила она 100 рублей. Взяла я ее для чего? Для работы, в мастерскую. Просто, когда, например, я что-то вышиваю или что-то делаю, сюда насыпать можно бисер, либо пуговицы, либо... В общем, какой-то предмет, который у меня обычно хранится либо в банке, либо в пакете. Вот. И то, что мне нужно в небольших количествах, я вот это вот взяла как раз для него. И еще была одна покупка. Это был текстиль. Я уже говорила вам, когда, ну, показывала видео именно с Блашиного рынка, что сейчас там изменились порядки, и сейчас уже текстиль, он оценен, и оценен, как по мне, высоковатая цена, неадекватная цена. Если я в прошлый раз вынесла с этого Блашиного рынка стопку текстиля за 800 рублей, то в этот раз я вынесла только одну вот эту вот скатерть, и обошлась она мне в 1000 рублей. И да, она великолепна, она необыкновенно хороша, но 1000 рублей все-таки, мне кажется, ну, высоковатая цена. Я все равно на это пошла, потому что здесь очень красивое кружево, здесь красивая вышивка, очень тонкий хлопок, и я это все купила исключительно для того, чтобы шить нижнее белье для своей антикварной куклы. И, скорее всего, даже, скорее всего, скорее всего, это видео на моем канале уже вышло. Вот, сейчас я его разверну, вам, наверное, покажу. И здесь тоже один уголок расшитый, с других сторон только кружево, и здесь тоже есть стык на ткани. Предвосхищаю ваше предположение, что это может быть тоже уголок. Сейчас я замерю сантиметровую ленту и вам скажу размер. Я замерила, и с учетом кружева получилось, что размер этого изделия 105 на 110. Может ли это быть детским уголком? Решайте сами, давайте каждый для себя сам решит. Я решила, что это скатерть, для меня это скатерть. Вот, а вы как хотите. Решила не показывать вам его в полный размер, потому что там ничего интересного. Вот с одного уголка вот такая красивая вышивка, и по всему периметру пришито вот такое роскошное кружево. Ткань в очень хорошем состоянии, здесь нет ни пятен, нет никаких повреждений. Все в очень хорошем состоянии, поэтому это все у меня пойдет на белье кукле. И даже, я так думаю, что ни одной, как минимум, на двух кукол я, наверное, сошью нижним бельем. В общем, вот такие красивые покупки. Я очень довольна. Прекрасная вещь. Немножко дороже, чем мне хотелось бы, но тем не менее, в другом месте она могла бы стоить и дороже. И что хочу вам еще сказать. Я вам сказала, что купила одну вещь. На самом деле, ну, не совсем так. Когда я выключила камеру, я вернулась еще порыться на тех полках, которые не рассортированы текстиль. Я нашла еще одну скатерть. Смотрите. У нее тоже уголок отделан кружевом. Не таким роскошным, как на этой, но тем не менее тоже. И мне сначала показалось, что кружево по краю идет точно такое же, но оказалось, что нет. Оно очень похоже, но оно не один в один такое же. Оно чуть-чуть пошире, даже, может быть, даже чуть ли не на сантиметр. Здесь другой рисунок, но техника и все остальное, оно, в принципе, такое же. Эта скатерть похуже состояния. Видите, вы сейчас можете наблюдать, что и на кружеве есть кое-где повреждения. Их немного, но они есть. Сама ткань вся в какую-то, знаете, мелкую точечку. Это как будто бы, знаете, какие-то как брызги, что ли. Я даже не знаю, что это такое. Ткань другая. Ткань вот на этой, на первой скатерти, чуть плотнее. Эта чуть потоньше, она какая-то более гладкая на ощупь. У нее тоже есть стык в тканях. Не буду сейчас искать, вам показывать. Край, где пришито кружево, на второй скатерти похуже. Вот смотрите, как это сделано на первой. Видите, как искусно обработано. А на второй все гораздо-гораздо проще. Вот просто вот так вот подшито. Вторая скатерть чуть-чуть побольше первой. Ну, сантиметров на 10, наверное, в каждую сторону, но побольше. И поскольку, ну, мне очень сразу, сразу я видела это кружево, я подумала, что мне бы надо бы это тоже забрать с собой. Я пошла искать продавца, чтобы узнать стоимость, чтобы она мне оценила стоимость этой скатерти. И, вы знаете, как я поняла, там, в принципе, это все основывается не на знаниях, а на желаниях. Вот она просто посмотрела, говорит, ну, скатерть старая, тысяча рублей. Я, если честно, прям возмутилась. Говорю, посмотрите, в каком состоянии это скатерть. Пользоваться ею нет никакой возможности. Я ее, если возьму, то я ее возьму только из-за кружева. И я ее возьму за 500 рублей. Она мне говорит, берите. Так что вторую скатерть я схватила за 500 рублей. Вот так считаю очень выгодно эту покупку. Буду ли я использовать эту ткань, я не знаю. Я попробую, может быть, что-то с ней как-то ее отстирать, но я думаю, что это вряд ли. Попробуйте ее покрасить. Ну, не знаю, можно попробовать покрасить. Но то, что кружево у меня точно пойдет в дело, это однозначно. В общем, покупка была удачная. И этот поход на млошиный рынок я тоже считаю удачным. И жду от вас обратную связь в комментариях. Напишите, как считаете вы. Давайте с вами пообщаемся в комментариях. И если вам видео мое понравилось, было интересно, я очень рассчитываю на лайк, очень рассчитываю на репост. Если вы еще не подписались на мой канал, то обязательно подпишитесь. Нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропускать новые видео. И я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Пока.